Впервые о проблеме своих сёл жители заговорили в прошлом году, когда появилась одна установка. Тогда жители сами замерили расстояние от установленного объекта до села 800 метров, а до реки 150. Жители до сих пор уверены, что нарушаются все экологические нормы. Хотя официальные ведомства, Росприроднадзор, Росгеологоэкспертиза уверяли, что там ведётся только геологоразведка. Все лицензии имеются. В сентябре в районе этих сёл появилась ещё одна, четвёртая установка. И теперь расстояние до реки сократилось чуть больше 100 метров. За год люди прошли большой путь в борьбе с нефтяниками. Требование одно – чтобы компания освободила территорию. Они наняли адвокатов, общались с представителями нефтяной компании, писали письма. В ответ в очередной раз видят новые вышки. «Также работают, так же бурят. Вот одна скважина, вторая, здесь уже вон там третья. То есть скважина четыре уже сидит». Вода, по словам жителей, стала с химическим привкусом. Сильный шум в ночное время от работы установок. Переживают люди, что экологические нормы нарушены. На что представители компании объясняли. Их работа на качество воды не влияет. Все документы, согласования с ответственными службами имеются. В августе на встрече с жителями представителей компании «Оренбургнефть» озвучили, что в этом году установок больше не будет. Про планы на 2020 год ответили смутно. В минувшую среду состоялись публичные слушания по генеральному плану Пролетарского сельсовета Красногвардейского района. Именно здесь было озвучено предложение перевести земли из категории сельскохозяйственного назначения в промышленное. «И вот нефтяники предложили перевести землю в промышленное назначение, чтобы им было проще. С этой документацией не возиться, то есть быстрее они их добудут, быстрее уйдут. Жители яростно, так скажем, взбудоражились, начали громкие обсуждения. Дальше народ начал рассказывать, что сейчас при выезде на рыбалку или что в лес идет проверка документов. Чоповцы нефтяных организаций останавливают машины, проверяют документы все и задерживают там час, полтора, два там независимо. Уже народ в отчаянии предложил нанять или открыть свой чоп, чтобы защититься от нефтяников. Свои возмущения никто не скрывал, просто не хочу в прямом эфире, достаточно говорить, что им говорили.